Доброе утро. Отвела я ребенка своего в школу. В первый мой кусочек, когда я включилась, нас чуть там не наехали. Чуть не поругалась с одной мамашей придурашно. Едет почти, что на нас наехала. Банька с нами. Рами пошел сейчас купить молока и что-то себе покушать. И я хочу такие булочки, знаете, ну чуть-чуть такой стресс нехороший. Нехороший не тоже стресс, а просто такой какой-то осадок нехороший. Остался, нужно заесть глюкоз. Едет прямо, мы идем с ребенком. Она едет прямо на полную скорость. И вообще подождала бы, подождала. Говорит, вот у тебя там много места есть, где пройти. Я говорю, где много места? Я говорю, выйди из машины, посмотри, где там много места. Вообще есть такие люди нахалы, господи. И знаете, что пугает, что их с каждым днем становится все больше и больше. Вообще ничего не соображают люди. Вообще, куда мир катится. У нас жара, но сегодня... У нас вчера и позавчера была прям аномальная жара. Очень было жарко, под 50 градусов. Вот. И сегодня уже немного лучше. Надеюсь, что будет спадать температура, ну потому что просто невозможно. Он рамчучка идет. Мы сейчас поедем домой. И у Рами в 11 часов начинается урок по онлайну. Так, мы с Рами уже дома. Время полдевятого. Сейчас будем завтракать. И в 11 часов, как я уже сказала, рамчучки будут уроки. Это я выкину. Рубашка, муж сказал, выкинет. Она как 90-летнего дядечки. У Рами сейчас начнется урок уже скоро. Через полчаса. В 12.45 я должна буду поехать в школу за Даниэлем. Нам еще нужно сегодня заскочить в Супер. Купить овощи и фрукты, потому что у нас все закончилось. Закончилось. А сейчас овощи и фрукты постоянно должны быть дома. Но они и так у нас постоянно дома. Но сейчас вдвойне, потому что дети теперь ходят в школу. И по утрам, естественно, на тормозок я обязательно даю им и овощи и фрукты. Даже учителя требуют, чтобы у них всегда были овощи и фрукты. Вот так. И мы еще хотим заехать в канцелярский магазин. Подкупить кое-что к школе. Вчера поехали, там столько было народу. Естественно, мы туда не зашли. Я говорю, мужу, нет-нет, давай разворачивайся, я туда не пойду. Такая чердина возле кассы, в магазин весь забыт. И такое ощущение, что люди дождались последнего дня, предпоследнего дня, когда идти в школу, и поехали все покупать канцелярские товары и вообще все, что связано со школой. Вот. Ну, в принципе, так же, как и мы. Но нам много не надо, поэтому мы и ждали до последнего. Как-то, в принципе, ничего не надо нам. Мы-то портфели заранее купили. Бутылки для воды самое главное. Ну, вот и все. Карандаши там, все такое у нас было. Вот. Ну, сейчас мне Раме мама говорит, давай поехали, купим тетрадки и так далее. Поэтому поедем немножечко подкупим, что нам не хватает. И как раз вот сегодня Даниэль пойдет, пошел уже в школу, да, он в школе, и там ему скажут и покажут, что ему нужно купить. Вот. И завтра Раме с Даниэлем идут в школу вместе, потому что Раме учится по средам и пятницам. По средам и пятницам. Вот сейчас у нас пока что такая, пока что такая учеба. Нужно было скачать аппликацию с Кули. Вот. И там записывать, я так понимаю. Я еще, как бы, я скачала эту аппликацию, захотела зайти, там нужно регистрироваться или что-то такое, но я не смогла зайти. И не только я. Все мамочки начали писать в группу, что они не могут, ну, войти в эту аппликацию, в эту программу, и никакие действия там выполнить мы не можем. Наверное, не знаю, так как все школы, наверное, работают через эту аппликацию сейчас. Я так понимаю, что в эту аппликацию нужно забивать то, что с вашим ребенком все нормально, у него нету температуры, то есть у него нету никаких там симптомов и так далее. Там симптомы простуды, я имею в виду, и так далее. Вот. И то, что как бы я подпитываю, что мама, я знаю, я отправляю своего сына совершенно здоровым. Вот так. Вот. Но так как у нас этот скули не работал, и мы не могли ничего с этим сделать, когда мы зашли в школу, там стоял директор возле входа, стояли все учителя, ребенку померили температуру. Кстати, мне не померили температуру, только ребенку померили температуру. И дали нам такие бланки. Мы запомнили, пишешь там свое имя, подпись, число, имя ребенка и так далее. Короче. Вот. Ну, такой документ, что все нормально, у ребенка нету температуры и ничего. И ничего другого, никаких симптомов. Нашли нашу учительницу. Класс у нас небольшой, около там 20 с чем-то человек. И то их разделят на две группы. То есть где-то будет по 15-16 человек в каждой группе, в каждом классе. Вот так. Так что, в принципе, там, ну, знаете, будет один человек на одной партии. И это хорошо. Да. Короче, у них будет дистанция точно. Два метра, может быть, даже больше. Вот. Что тоже радует. А вообще, знаете, наступает осень. И наступила, да, уже осень. Сегодня 1 сентября. И как-то вот, не знаю, хочется. Какое-то, такое ощущение, что как будто какой-то новый этап начинается. Что-то новое только начинается. И хочется поменять гардероб. Хочется все купить новое. Не знаю, даже что-то хочется в дом купить. Мне вот я убрала наш старый ковер. Хочу купить новый ковер. Хочу купить стол обязательно. Ну, просто очень много хотела всяких разных. И все сразу. Это все моментально, одновременно. Естественно, это все, ну, ничего страшного. Знаете, хорошо, когда есть какие-то цели, какие-то есть мечты. Вот. И к ним нужно потихонечку двигаться. Когда нет цели, нет мечты, тогда вообще очень скучно и очень даже страшно. Когда как-то человек живет, и у них нет никакой цели. К примеру, мне нужно купить большой горшок для моего авокадо. Потому что он бедненький, вообще ему очень плохо. У него сохнут листики. Его нужно быстренько пересадить. Поэтому я хочу поехать в Окею. И купить какой-нибудь большой такой горшок. Белый мне хочется. Так как у нас присутствуют в квартире очень сильно белые цвета. Светлые цвета. Вот у нас и стол. И там белые с деревом. И вот этот вот шкафчик. Ну, короче, у нас очень много светлых цветов в доме. Поэтому я хочу белый горшок большой. И поставить вот на пол этот белый горшок. Он будет здесь стоять. Где у нас вот этот вот столб каменный. Вот здесь хочу поставить. Вот. И надеюсь, что он еще будет расти и будет большой. Может быть, у нас когда-то будут авокадо свое. Я еще хотела спросить своих девчонок, которые меня смотрят. Ну, Ирочку. Потому что Ира всегда мне... И сестра моя. Это две активные мои подписчики. Подписчицы, которые всегда комментируют. Оставляют комменты. Советуют что-то. Пишут свое мнение и так далее. Вот. Поэтому хочу спросить вам. Вас, девочки мои. Катюша, Ирочка. Как вы думаете, если я сделаю себе челку, мне будет хорошо? Что-то хочется изменить опять во внешности. Потому что, как я уже сказала, знаете, осень. Такое вот какое-то настроение. Что-то хочется сделать новенькое. Что-то поменять. Вот. Как вы думаете? Челка. Пойдет мне челка или нет? Вообще, я знаю, что у людей, у которых широкий лоб. А у меня широкий достаточно лоб. Им хорошо с челкой. Но я вот не знаю. Пойдет мне, не пойдет. И еще плюс. Хотя всю жизнь, когда я малая была, всю жизнь ходила с этой челкой. Вот. Поэтому я... Когда мы прилетели в Израиль, я ее отрастила. И все. Больше потом, по-моему, не делала челки. А нет, делала. После рождения Даниэля я делала. Когда я очень сильно похудела, я сделала себе челку. Но тогда мне шло. А сейчас я не знаю. Так как я не худая сейчас. И если я сделаю себе челку, я не буду выглядеть на 40 лет. Не знаю. Советуйте, короче.